Здравствуйте! В эфире программа «Фактор жизни» и я, и ведущий, Владимир Крупенников. Сегодня в выпуске. Михаил убеждён, в депрессию человек вгоняет себя сам, самостоятельно. Из точки А в точку Б, на чём ты попадёшь? На коляске, велосипеде или там джипе? Абсолютно разницы никакой нет. Главное попасть. Рэгби на колясках как способ заглушить боль после травмы. Ребята-шейники, которые вчера разговаривали то с Богом, то с мамой, то с его медициной. А сегодня уже мастера спорта, чемпионы. Мать оставила Илью после операции в больнице. Его забрала девушка, которая до этого даже отказывалась с ним встречаться. И она меня вот только не даёт вообще на месте сидеть, только развить и двигаться вперёд, движение – это жизнь и тому подобное. О Руслане Саидовиче Курбанове пациенты Центра преодоления говорят, что он любого заставит поверить, что коляска – не приговор. В каждом из колясочников живёт. Кроме своём, он проживает ещё жизнь того же колясочника, а у него их, ну не знаю, тысячи есть, наверное, точно. Современная система социальной реабилитации людей с инвалидностью. Насколько она продвинулась и усовершенствовалась за последние годы? Об этом мы поговорим сегодня. Когда человек получает травму, ему приходится многому учиться заново. Сидеть, есть, спать, двигаться, говорить, вести активный образ жизни, строить планы на будущее. Это непросто, но это возможно. Так считают в реабилитационном центре преодоления, где помимо медикаментозных средств, занятий ЛФК, ирхотерапии и кинезотерапии, большое внимание уделяют социокультурной реабилитации. Я думаю, вот этого лука хватит нам, да? Ну, возьмём ещё одну. Руководитель социальной службы центра Руслан Саидович Курбанов. Чего он только не придумывает, чтобы вырвать своих пациентов из депрессии. Концерты, лекции, мастер-классы, спортивные занятия и соревнования, фотосессии, поездки в театр, кино, музеи, на выставки. Одной из традиций, утвердившихся в последние годы в центре, стали поездки на рыбалку. Поездок этих очень ждут и планируют заранее. Но только погоду в этом году спланировать не удалось, и в намеченный для выезда день лил сильный дождь. Тем не менее, всё состоялось, и вместе с пациентами центра преодоления в поездку отправилась съёмочная группа программы «Фактор жизни». Да, я ещё посмотрел, сегодня, по-моему, самый холодный день за ближайшее время, 11 градусов, и целый день по прогнозу дождик. Но я точно знаю, что удовольствие поймать рыбу, пообщаться со свежим воздухом, с природой, с друзьями, это не помеха. И даже дождь по-своему прекрасен, в каком бы он формате ни проходил, ливень, гроза, что бы ни было. Если смотреть на это всё под особым углом, позитивным, то во всём можно увидеть красоту и удовольствие. Особенно приятно разлить это удовольствие своими друзьями и со своими подопечными. Отлично. И спускаемся вниз. Во время спуска вниз к тем, кто на колясках, нужна будет помощь. Не все, приехавшие на рыбалку, действительно рыбаки. Кто-то даже никогда не держал удочку в руках и не мечтал о том, чтобы поймать хоть одну рыбу. Какая красота, обалдеть. Мне кажется, я в таком формате ещё рыбалку не видел ни разу. Под дождём это ещё круче, круче. Я просто в культурном шоке. Здорово. Красота. Не, на самом деле красота. Ну вот наше моторное судно. Морг, здесь здорово. Здорово. Да, да, да. Здорово. Здесь тепло. Я вам сейчас дам куртку, мы согреем баньку и вообще всё будет классно. На рыбалку Руслан Саидович и его подопечных уже не в первый раз пригласил в свои владения Михаил Теселев. Один из первых пациентов реабилитационного центра преодоления. Слияние с природой – это тоже важный фактор оздоровления психики человека. Потому что всё-таки миллион лет эволюции человечества, оно создавалось на природе, а не в каких-то там клетках. Здесь на природе, в первую очередь, человек, душа начинает чувствовать, он её начинает. Конечно, мне хочется, чтобы они тоже прикоснулись к азарту рыбалки, посмотрели на прелесть вот этого места, водохранилища. Михаил любит реку и обживает её берега, хотя именно она однажды разделила его жизнь на до и после. Много лет назад, ловя рыбу на реке Припять в Беларуси, он поскользнулся на коряге, покрытой слизью, упал, ударился затылком и потерял сознание. Течением реки его утащило в открытую воду. Мне повезло, и там рыбнодзор был, и, в общем-то, меня нашли, чудом спасли, вызвали там скорую помощь, и, в общем-то, благодаря вот этому случаю, то, что меня обнаружили, я остался живой. Во время транспортировки у Михаила был травмирован спинной мозг и шейный отдел позвоночника. Ну, и степень травмы шейного отдела разная бывает, и мне повезло. Многие мышцы, которые у других атрофированы, они у меня рабочие. Также сохранена чувствительность, и поэтому, в принципе, можно сказать, жизнь удалась. Конечно, он был в депрессии в тот момент, когда поступил в центр. Он ещё не видел чётко своего будущего, и задача центра была помочь, поддержать. Но он обладает огромным потенциалом и ресурсом, и буквально в считанные дни этот ресурс дал ему и силы, и энергии. И он на наших глазах, буквально в течение трёх месяцев, стал возвращаться к активной жизни. В ужас можно приводиться в любой ситуации, самостоятельно вгонять себя в любую депрессию. А здесь важно осознавать, что фактически ты не потерял никакие возможности любить, воспитывать, творить, создавать, зарабатывать и так далее. Всё можно легко и элементарно, то есть тебе ни в чём не ограничили. А разницы в том, из точки А в точку Б, на чём ты попадёшь, на коляске, велосипеде или там на джипе, абсолютно разницы никакой нет. Главное – попасть. Чтобы попасть, нужно что? Желание. Он настолько стал вести себя активно, что в последние месяцы его пребывания в нашем центре уже было видно, что он вернулся в то состояние, в котором был раньше. Не каждый может. Обычно проходит год или два. Миша уникальный. Он быстро вернулся в строй, он сохранил все свои качества руководителя и начал заново себя создавать. Новые этапы начал развивать, то есть специально, намеренно, не стал даже развивать те направления, которые уже были, а создал новые для того, чтобы доказать себе и другим, что никаких ограничений не существует. Одним из новых направлений деятельности Михаила стало создание этнопарка на берегу реки, в плавучей бане, вольно пасущимися козами и домом, напоминающий музей крестьянского быта, где хорошо и взрослым, и детям. Кстати, у Михаила трое детей. Ну, я считаю, что после травмы он понял то, что нужно в этой жизни, и он начал развивать весь свой бизнес и, например, эту дачу. Папа очень умный, и я хотел бы приобрести те же знания, какие у него есть. Вот очень хорошо по нему видно, что у человека нет двигательной активности, масса проблем со здоровьем, но психика-то осталась. Типа, смотрите, во что он превратил и свою жизнь, и жизнь своих близких. Та обстановка, которая вокруг нас, это мы все-таки выбираем и создаем. Несмотря на ограничения в передвижении, любую ситуацию можно адаптировать. Простой пример. Если спросить несведущего человека, могу ли я там забраться на дерево, ну, конечно, он скажет нет. Я ему, конечно, возражусь, скажу, слушай, ну, 10 тысяч способов, да, выкинул лебедку, подозвал кран, людей других попросил там и так далее. То есть вот люди-блоки ставят себе такие, и не обязательно посттравматики какие-то или послеболезни, и здоровые люди очень многие ставят себе блоки и не могут в своей голове прежде всего путь себе нарисовать, куда двигаться. Вот это самое мое любимое место. Заладишься, Сергей, снимаешь обувь, вот так вот садишься, вот так вот, и пьешь чай. Кстати, рыба ловится лучше всего вот в этом месте, вон там вот. Для Виталия, поэтому туда пошел, там он ловится лучше всего. Вот туда закидываешь, и прямо там ловится рыба. Но приехали самые любители настоящие, которые не побоялись ни погоды, ничего. Но я вам скажу честно, я не самый заядлый рыбак, но дух рыболовства, он во мне сидит, нам нужны маленькие спинниги. Вот так блоком закидывать будем. Нам же тоже хочется рыбу половить. Вот смотри, мы его поворачиваем сюда, вот в эту сторону, вот так вот, опрокидываем на себя, вот так вот, и вот так спокойно катим. Какой Руслан Саидович рыбак – это вопрос. Но в своем деле он большой профессионал, а ведь никогда не мечтал о профессии врача. И для него самого остается загадкой, что подтолкнуло его поступать в медицинский институт. А оказавшись в медицинске на первом курсе, я понял, что это мое, и настолько был влюблен в свой вуз, в свою специальность, что агитировал всех своих близких бросить все в вузы, которых они учатся, и перед тем есть сын. Это было совершенно искренне. Десять лет назад Руслан Саидович в поисках работы обнаружил, что невелико от дома открывается реабилитационный центр. Пришел познакомиться и остался. Любовь Петровна Кезина, руководитель нашего центра, подобрала пациентов для пилотного, так сказать, реабилитационного курса. И выбрала среди них пациентов с шейной травмой. На этом этапе Любовь Петровна обратила внимание на мое взаимодействие с ребятами и предложила мне заняться социальной реабилитацией. Это даже был не мой выбор. Когда я впервые пришел в центр, вид каждого тяжелобольного вызывал ощущение сомнения в ценности такой жизни. И я не скрою, когда я впервые увидел пациентов с шейной травмой, полностью парализованных, и ко мне пришла мысль о том, что так жить практически невозможно. И я усомнился, справлюсь ли я сам. Но эти были первые мои чувства. Потом это прошло, видя, как люди справляются, получив определенный опыт помощи этим людям. Я считаю, что стресс, который они переживают, это совершенно точно временное состояние. Есть определенные стадии возвращения к активной жизни, к той жизни, в которой был раньше человек. А кроме того, я точно знаю, что самые главные счастья или чудеса нашей жизни, они никак не связаны с тем, что человек ходит. Они связаны с тем, что мы видим, слышим, чувствуем, особенно чувствуем. А мы точно так же, находясь даже в тяжелой травме, можем чувствовать любовь, сострадание, нежность. Ну, кучу всяких добрых чувств. И этого человек не решен. И даже пережив тяжелую травму, он сохраняет все это и возвращается к нормальной жизни. Ой! Я, честно говоря, не ожидал, что поймаю рыбу. Вот когда не ждешь, когда ловит. Терпение. Она какая-то золотая, золотая. Кстати, зеркальный... Мы поймали золотую рыбу. Да, зеркальный карп. А зеркальный карп. Отпустить, да? Вы подождите. Жалко, да. Ну, я была потрясена, что вы рыбу меня отпустили. Я думаю, вы такой добрый человек, отпустите ее. Нет, я до последнего хотел отпустить. Но там были еще люди, которые голосовали за и против, и большинство решили ее оставить. Ну, понятно, вы пошли, чтобы не огорчать своих пациентов, вы пошли им на встречу. Вы проводите столько времени на работе, а как же ваша семья? Семья страдает, это правда, да. Семья страдает, если я пропадаю на работе. Но они чуть-чуть прорывутся за 10 лет. А первые годы это были сцены и ревности, и обид, и не знаю, в общем, еще какими словами передать. Но я всегда прихожу, и если чувствую, что я обидел свою семью, не давниманием своим, я прошу прощения, прошу понимания. И она приходит сейчас, на сегодняшний день. Семья давно уже привыкла к алгоритму моей работы, к тому, что я работаю в реабилитационном центре. Они приходят и помогают мне. Молодцы. Да, и дочка, и сын, и супруга. Они все рядом со мной проводят мастер-классы, участвуют в концертах, работают как волонтеры, сопровождают пациентов. Не только моя семья, но и более дальние родственники готовы сюда прийти на помощь. Несмотря на непогоду, наши рыбаки не спешили уходить с насиженных мест и с надеждой забрасывали удочки. Особый выделялся своим умением Виталий. Пять лет назад он упал в большой высоты и повредил позвоночник. Но эта неприятность не отбила охоту к жизни и рыбалке. У меня цель была, цель. Я хотел рыбу, половить рыбу. До этого, год назад, был здесь, ловил, поймал три карпа. Сегодня у меня рекорд, как вы видели. Сколько у тебя сегодня, давай скажем. Сегодня у меня шесть или семь, я не помню, что там. Один Руслан Саидович поймал, и штук семь, наверное, я. Семь, семь, по-моему, там всего их восемь. Мне кажется, еще одного все-таки я должен взять. Я боялся, что вообще рыбалку отменят. Я две недели тоже ждал, две недели. Нет, не отменились, несмотря на эту погоду. Никто бы не увидел ни природы, ни красоты. Ни вот этих трепыхающихся карпов никто бы не увидел. А так, вы видите, какие эмоции у вас? Тоже. Помогайте, снимай, снимай, самый рад. Ей! Маз Гадисов приехал на рыбалку не столько половить рыбу, сколько пообщаться с друзьями. Гадисов Маз удивил меня восемь лет назад с твоей стойкостью, потому что у него был тяжелейший болевой синдром, помимо двигательных нарушений. И то, как он справлялся, вызывало ощущение, что он очень мужественный. Маз Гадисов – отец пятерых детей, учредитель, попечитель и тренер команды регби на колясках «Легион». А ещё он студент киношколы, организованной в преодолении, и изучает профессию режиссёра. Он каждую секунду, когда разговаривает с нами, сжимается от сильнейшей боли, от сильнейшей боли. Как вы разбирали свои воли? Боли поэтапно, методом проб, ошибок. Как её можно перебороть, как можно остановить, как можно согласовать. Мне кажется, боль не лечится, боль, наверное, только пережить надо её, как-то перебороть её изнутри. Количество болей меньше не становится. А как вы перебариваете свою боль? Согласовываю, договариваюсь, лечебно, методоминкозное. У него стоит специальное устройство, которое помогает ему справляться с болью, и она стала эффективно работать лишь в последние годы. А вся его жизнь, последних лет, она как раз доказывает, что он научился с ней справляться. Это какой-то колоссальный, бесценный опыт, который, я считаю, он должен подарить тем, кто находит рядом с ним. Он так и делает. Если он видит, что человек по победу, он всегда пытается его поддержать. Хорошо боли помогать, если чем-то ты занят. Спортом, делом, работой. Это честно-таки занимается рейтингой на коляске. Реально отвлекает, реально помогает, реально способствует, развивает. Там ребята-шейники, которые тетропорезом, они в десятки раз хуже, чем я. Посмотрел на них, можно сказать, что, даже сказать слово, что болит опасно, стыдно, неудобно. Да, у них там много больше проблем. И этот у нас спорт, вот этот прибильный, очень хорошо лечит. Это ребята-шейники, которые вчера разговаривали то с богом, то с мамой, то с медициной. А сегодня уже мастера спорта, чемпионы. Реально сказать, что они реабилитировались. Вот они как ходят много болями, ребята, с болями бывают. Даже вот 20 метров он не может проехаться самостоятельно на коляске. А через полгода, вот смотришь, он уже такой, знаешь, такой агрессивный. Я одного спрашиваю, ты что делал летом? Мне, говорит, дерево, деревья сажал. Я говорю, как сажал? Ну, скотчем, говорит, руки, промезал, говорит, брат. И, говорит, на коляске скотчем руки промезал. Вот такое желание уже деревья сажать. Жениться, наверное. А вчера, позавчера они вообще не могли даже на жизнь осмотреть. И вы увлеченный человек, я вижу. Конечно, у меня здесь друзья. Они всегда мне помогают, рядом находятся, вдохновляют. Всегда рядом вокруг тебя находятся. Вот это же тоже большое дело. На свежем воздухе легко дышится и хорошо нагуливается аппетит. Да и кто откажется от ароматного плова и хорошей компании за столом. Поэтому рыбаки на время сложили удочки и взяли в руки в руки. И перекусив, мы продолжили знакомство. Ну, поднялся с четвертого этажа. Ну, сломал спину. Там где-то в районе 20 дней, больше 20 дней было без операции. То есть отказывались они делать мне по бесплатной квоте операцию. И потом со мной мальчишка уезжал в палате на соседней койке. И он мне говорит, ну, у меня дома доллары есть. Я, говорит, завтра поеду, разменяю деньги. Говорит, а тебе 300 тысяч на операцию привезу. И вот по факту человек мне занял 300 тысяч. И только после этого как бы... Они сделали мне операцию. Мать как бы не стала со мной ничего. Не это самое. Оставила меня в больнице. И уже после этого вот, ну, забрала меня вот девушку к себе жить. То есть, подожди, мама тебе в больнице оставила? Да. И вот, то есть девушка забрала меня к себе жить. И вот сейчас я вот проживаю у нее. И реабилитировалась как бы на лодочной. В Некрасовке. Ну, там, просто реабилитацию прошел и все. А здесь вот Руслан Саидович, то есть, познакомил меня с людьми. То есть, на плавание посмотрят меня, на велоспорт посмотрят меня везде. Ну, вот как бы так. Ты занимаешься чем-нибудь, работаешь, что ты делаешь? Ну, пробовал оператором работать. А сейчас по факту не работаю. Ух, почему? Ну, а куда? Я пробовал устроиться там на любые места. Да, там, вплоть, то есть, даже вот эти листовки там возле метро раздавать и тому подобное. Ну, никто не связывается даже. А что говорят? Ну, всем вот манипулируют, то, что инвалиды. То есть, ну, никто не хочет связывать. Это ответственность же какая-то там что-то. И то есть, никто не берет. Какие у тебя планы на будущее? Ну, сейчас вот занимаюсь спортом. Иду на права учиться. И хочу еще курсы пройти бухгалтерского учета. Освоить там 1С-программу, то есть, ну, хоть как-то что-то на компьютере заниматься. То есть, какую-никакую работу. Ну, а девушка у тебя хорошая? Замечательно. Прекрасно живем, девушка вообще лучше всех. И она меня к себе забрала только после травмы. То есть, да, травмы никаким образом она не хотела ничего. То есть, самое. И она меня вот только не дает вообще на месте сидеть, только развитие, двигаться вперед, движение – это жизнь и тому подобное. Всеми возможными способами. То есть, развитие, вперед, вперед и еще раз вперед. Илья 2 года в травме. Парень с удивительно неустойчивым, на первую взгляд, характером, а на самом деле в душе боец. Очень самостоятельный, независимый. Ему вот сейчас, в данное время, нужна небольшая поддержка. Направить в нужную сторону. Поддержать его в выборе спорта, который ему нравится. Он пока еще не определился. И мы над этим работаем. Мы предложили ему три направления. Парашютный спорт, гонки на колясках и парусный спорт. Вот он все это попробует в ближайшее время. А, и еще. Плавание – это его любимый вид спорта. И посмотрим, что получится. А почему вы в экстремальный такой спорт? Ну, это его посыл. Потому что он по характеру такой. Он любит соревноваться, он любит побеждать, он любит идти на пролом. Он принципиальный очень. Но он дедомовский парень. И, может быть, это его мировосприятие. Я думаю, что у нас у каждого были трудности в детстве, в юности. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это не главный критерий. Я считаю, что трудность нас делает сильнее. Вот у него и сформировался сильный характер. Руслан Савельевич, через вас проходит огромное количество людей. Тратитесь очень сильно. Как вы восстанавливаетесь? Исходно в моем посыле помощи людям нет ничего, что требует восстановления. Для меня радость, если я смог это сделать. Мне не нужно какого-то ресурса дополнительного. Если я вижу глаза счастливого человека, если я вижу, что он вчера рыдал и плакал от чувства одиночества, а сегодня у него глаза светятся, и он смотрит на жизнь уверенным взглядом, для меня это самая большая благодарность или компенсация за мой труд. А эти глаз я вижу очень много. За годы работы через нас прошло несколько тысяч человек. Представляете, какой огромный ресурс. Это я получаю от них. Руслан Савельевич? Да. Это наш вдохновитель, наш руководитель. То есть Руслан Савельевич – это наше всего. Слушай, вот скажи мне, мы же все уговариваем друг друга, да? Мы говорим все время. Ну ты что, жизнь продолжается живеть дальше. Ну вот какие он слова находит к людям, да, что они раз и поворачивают, жизнь свою меняют и начинают жить. Это надо какой-то именно особенный, какой-то специальный дар иметь, чтобы вот, чтобы именно такой к людям. Дело в том, что люди должны тоже, то есть, как бы, ну хотя бы немножечко ему что-то отдавать. Вот именно, вот он говорит, поедешь туда, вот если человек скажет, ну вот я, вы знаете, я там немножечко не хочу. Вот если он видит человека тоже рвение в глазах, то все, он за него цепляется и все, ты мой. Понимаете, а если человек тоже так, ну как, ну узнаешь, я не знаю, поеду, не поеду, не хочу, не хочу. Тот же театр, ту же рыбалка, тот же музей какой-то. Хотя нет, он все равно заставит поехать. Как все равно? Все равно заставит, он добьется своего, все равно повезет. Чтобы человек понял, что, ну, что коляска не приговор. Руслан Саидович, есть ли какие-то правила для людей, которые в таком критическом состоянии, их близким, допустим, что нужно делать? Надо первое, ну просто быть рядом уже достаточно, потому что очень часто люди боятся с ними общаться. Им кажется, что для них это проблема. Нужно быть рядом вперед, когда им трудно. Это простое правило для любого человека, который оказался в беде. Одному человеку справиться очень сложно. И надо, чтобы ни он не отворачивался, ни от своих близких. И близкие, понимая, как ему тяжело, просто были с ними рядом. Не обижаясь на его раздражительность, не обижаясь на его гнев, на его отчаяние, на его депрессия. Поддержать и быть рядом, посочувствовать ему. Не жалея, а просто показав, что они понимают, как ему тяжело. И второе, самое главное правило. Надо, чтобы человек попал в реабилитационную среду, где есть люди, которые с этой проблемой справились. И тогда сроки возврата к обычной, активной, нормальной жизни значительно сокращаются. Для этого и созданы были реабилитационные центры. Их очень много сейчас в Москве и в нашей стране. И центры преодоления. И на сегодня это все. С вами был Владимир Крупенников. Пишите нам, звоните. Адрес и телефон на экране. 115 184 Москва, улица Большая Татарская, дом 33, строение 1. Наш телефон 8495 656 05 91. Электронный адрес фактор жизни собачка, яндекс.ру. Архив программы на сайте Инва-ТВ и на сайте ТВ-Центра. Всего вам доброго. Увидимся ровно через неделю на канале ТВ-Центра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok